Приветствую вас, Елена. Ну, то, что вы описываете, является таким очень общим описанием того, что с вами происходит. Вероятно, вы говорите о неком таком депрессивном состоянии, вероятно, вы говорите о физиологической истории, вероятно, вы говорите про некоторую травму, которая у вас случилась, вероятно, вы говорите про что-то еще. Вот, я бы рекомендовал в качестве профилактики и в качестве проявления заботы о себе для начала обратиться к врачу. Вот, пройти медицинское обследование, посмотреть, все ли у вас в порядке, может быть, нет, и тогда вам требуется медицинская помощь, медицинское вмешательство, требуется вам. Вот, а мы просто, чтобы как-то исключить этот момент. Дальше, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, то, что вы говорите, это, в общем-то, свидетельствует глобально об одном, что вы себя не слышите. Вы себя не слышите, вы не замещаете себя, вы не выражаете свои чувства, вы подавляете их. То есть такое вот идет тотальное, тотальное подавление, отоценивание и сравнивание себя с другими людьми. Вот, когда вы говорите, что я смотрю на других людей и вижу, что они радуются жизни. Притом, что у них там, вот, в жизни есть какие-то проблемы. Что мотивирует человека радоваться жизни, точнее, как происходит, что человек вообще радуется чему-то в жизни? Это происходит так, что в человеке вместе, в нем самом есть как и негативная история, так и проблемы, так и позитивная история, и что-то радостное, что-то такое окрыляющее, что-то такое интересное и прочее. Но, для этого нужно это в себе замечать, для этого нужно в себе доверять, для этого нужно это в себе принимать. Вы же в себе этого ничего, скорее всего, не принимаете. Вот, когда вы говорите, что меня очень сильно радуются обидные слова, вы же говорите по факту о том, что бежите от самой себя. Ну вот, вам, почему обидные слова радуют? Потому что они затрагивают во мне что-то, что я и так подозреваю, но и что я не хочу признаивать. Вот, я это не хочу признать, я не хочу ничего с этим делать, я не выражаю это, не включаю то, о чем я подозреваю, в свою реальность, во взаимодействии с другими людьми. Я не обращаюсь с этим никак. Еще мне кажется, что у вас очень большие требования к себе, вообще завышенные требования к себе, довольно-таки нереалистичные. И я бы сказал, что вы пытаетесь оправдать чудеса ожидания. Возможно это ожидания ваших родителей, возможно это ожидания кого-то из ваших, из вашего окружения, а может быть это некоторые ожидания, которые сформировались на основании вашего взаимодействия с ценностями. То есть некоторые люди ценности воспринимают как некий такой ориентир, да, то есть просто вот искать возможность, где бы я мог ориентир этот, так сказать, включить в свою активность. То есть люди, которые ценности воспринимают как директиву, как приказание соответственно их олицетворять, что конечно же невозможно. Еще на что важно обратить внимание, это на мышление, на установки, на то, что вы замечаете. Вот, это на что следует обратить внимание, это на то, что для вас важно. Вот, но повторюсь, все это уже настраивается над тем, что с вами происходит. Происходит у вас, наверное следующее, вам очень больно, вам страшно, вы чувствуете себя одинокой, вас не принимают. Вот, вы говорите, как вывести себя из этого состояния, мне кажется, что даже в этом вопросе у вас есть некоторое такое обесценивание, универсализация, если хотите, себя и свои ценности. Почему? Потому что вы предполагаете, что есть некий универсальный способ, некий универсальный рецепт, который вот мы вам скажем и все у вас сразу наладится. Нет, нет, нет и еще раз нет. Почему? Самое число это будет видение другого человека, пускай и психолога, а вот психотерапевта, это будет видение другого человека, который вам не подходит. А даже если оно вам подойдет, вы не очень-то будете знать, как вообще это делать. Но самое главное, что любой рецепт, это же некая такая идеализированная история. По факту это еще одна цена. И вы примените к ней те же самые паттерны, те же самые подходы, что и применяли до этого. И по факту вы окажетесь очень быстро в состоянии невозможности достичь, невозможности добиться того, что вы хотите. И в итоге получится, что это все будет просто мышиная бега. Знаете, когда мышка такая как бы в круге бегает по кругу. Вот она крутится колесо, да, и как бы через включение, включение колеса создается ощущение, что она что-то делает, но при этом как бы она может это делать. Но никакого видимого вообще результата у этого нет и, наверное, быть не может Елена, потому что нет никакого осознавания. Вам, мне кажется, нужно, что делать, это, во-первых, прожить ваши негативные чувства, ваши боли, обиду, научиться с ней обращаться. Вот. И, как ни парадоксально, вот вы себя позиционируете как довольно чувствительного человека, но мне кажется, что ваша чувствительность, она мнимая. Она, если есть, она связана в основном с болью. Но боль, на самом деле, это же достаточно сильная эмоция, достаточно сильные чувства, так сказать. Вот. Боль – достаточно сильные чувства. И надо сказать, да, как и обиды тоже, и вот ненависть и проще, это достаточно сильные все чувства. А вот чувства послабее, чувства менее, так сказать, интенсивные. Как вы не замечаете, как не замечаете вы, например, то, что есть люди, которые вас любят. Как вы не замечаете то, что у вас вот есть хорошего, да, то, что вы не замечаете, что у вас, ну, то, что у вас есть, как бы, позитивного, да. Вот этого вы не замечаете, мне кажется, и в какой-то степени это может быть проблемой, в какой-то степени это может быть тоже сложностью. И вот своей задачей, как психолога, как психотерапевта, я вижу, своей задачей я вижу помочь вам это делать. Я своей задачей я вижу помочь вам в том, чтобы научиться видеть вот подобные вещи, чтобы научиться, научить вас замечать себе подобные вещи. Вот, это определенный процесс, это определенная, так сказать, работа, это не то, что к счастью или к сожалению. Ну, я, например, склоняюсь к тому, что это все-таки больше хорошо, вот, а я склоняюсь к тому, что это больше позитивная история, нежели чем негативная. Вот, но тем не менее, это не быстрый процесс. И, соответственно, мне хочется, чтобы вы тоже увидели для себя, для себя, вот, знаете, как, вот, такое начало изменения своей жизни, это уделение внимания, уделение внимания себе. То есть, начать уделять себе внимания, начать изучать себя, исследовать себя, начать заботиться о себе, если угодно, вот, начать заботиться о себе в рамках, сначала, сначала, в рамках психологии. А потом уже и, может быть, немножечко в других форматах у вас будет получаться это дело. Вот, естественно, не сразу, вот, естественно, это будет получаться у вас постепенно, вот, это не будет таким моментом, что, вот, у вас сразу все получится. Нет, сразу все, конечно, не получается, вот, и, соответственно, вот, первое, что будет, наверное, такое вот, такое вот, именно из актуального, это работа с ожиданиями. То есть, вот, ваши ожидания, работа с ожиданиями, на мой взгляд, очень здесь как раз будет важна, потому что, вы будете, наверное, испытывать разочарование от того, что, ну вот, не получается, получить то, что вы, там, условно говоря, изначально, изначально хотелось, то есть, хотели, помнишь, да, хотели какого-то результата, рывка, а это, вот, мягко, мягко говоря, не происходит. Происходит, если происходит, ну, немножко не так, как вам это, видится, не так, как вам это, это, изначально хотелось, вот. Так, работа с ожиданиями, вот. Ну, а, насчет, насчет обиды, я полагаю, говорить, в общем-то, излишнее, я надеюсь, что, что касается обид, то здесь, я надеюсь, все пределно, пределно. Понятно, вот, потому что обиды, это то, что отправляют человеку в жизни, это такая, достаточно сложно сочиненная история, вот. И, нужно смотреть, из чего она вырастает, ну, правило вырастает из боли, из боли, из ожиданий, из неустойчивых представлений о себе, вот. И, соответственно, с этого вам нужно начинать. Иногда еще, скорее всего, у вас есть некий страх, вот, страх не успеть, страх быть хуже, там, там, других и так далее. Такая, такой элемент, он тоже, ну, тоже возможен, вот. Другой вопрос, хотите ли вы с этим разбираться, да? Другой вопрос, хотите ли вы, ну, себя исследовать, хотите ли вы себя, как бы, с себя разбираться, вот. И, возможно, возможно, научиться, как-то вот, контактировать, да, выстраивать контакт, замечать какие-то особенности этого контакта и корректировать этот самый контакт так, чтобы вам не было комфортно, вот. Понимаете? То есть, есть ощущение, что вам, вот, потально вообще, вообще, потально просто, некомфортно в жизни. Вот, есть такое ощущение, и, конечно, если такой вот, эээ, ну, такой дискомфорт, эээ, присутствует, да, то, естественно, что вам будет, ну, вам будет болезненно, естественно, вам будет больно, естественно, вам будет, эээ, тяжело, неприятно и так далее. То есть, это все, в принципе, вполне, как бы, логично, понятно и, эээ, к сожалению, реально, вот. Но, эээ, что с этим, эээ, делать дальше, вот, как с этим действовать, как с этим работать, что с этим делать, ну, это вот вопрос, вопрос. И начинать, мне кажется, начинать нужно именно с того, чтобы, эээ, рассмотреть, а, что же у вас вообще болит, что, что у вас вообще, эээ, что у вас вообще, что у вас вообще тревожит, да, да, вот, где вот эта вот больная история, болезненная история. Эээ, ну, у вас, вот, ваша, именно ваша болезненная, эээ, так сказать, вот часть, и научиться не обращаться, не бежать от нее, от нее, как вот вы делаете, а именно, вот, стараться ее исследовать, вот, и повториться вместе со специалистами, выражать, выражать, и размещать, и проживать, вот. А депрессивное, вот, эээ, состояние, то, о чем, ну, то, что вы описываете, эээ, вот, депрессивное состояние, это, эээ, по сути дел, эээ, история о том, эээ, как я подавляю свои чувства. Это история о том, как я себя подавлю, это история о том, как я себя обесцениваю, и, мне кажется, что, ээээ, все этого вам нужно начинать. То есть, начинать нужно с, эээ, на мой взгляд, эээ, отказа, отказа от, эээ, ну, вот, если можно так выразиться, ээээ, отказа от, эээ, объяснение себя. То есть, отказ от, эээ, каких-то оценок, и, эээ, больше принять, эээ, себя и своих чувств, да, вот, как, как, ну, какими бы они ни были вообще. То есть, вот, в любых, в любых формах абсолютно. Вот, эээ, примерно, наверное, примерно, примерно, такой вот, эээ, такой вот момент. Эээ, понятно, что можно использовать разный подход, вот, эээ, я, например, больше, эээ, предпочитаю работать в гестарте, в гестарте подходе, да, но, тут могут быть разные комбинации, вот, современные специалисты, эээээ, мультимодальные, то есть, тут работают в разных школах, в разных подходах, и, мне кажется, что подобраться, вам, эээ, вам, эээ, ну, вот, ваш, эээ, подход, который вам, ээээ, как бы, ээээ, подходил бы, вполне себе может, 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 вот. Дело в том, что за малым, эээ, выбрать с вами, эээ, специалиста, и начать работу. Отвечая на вопрос, эээ, как научиться радоваться жизни, я бы сказал так, что, научиться радоваться жизни, вот, сам вопрос, он исключает, ээээ, ответ. Потому что, научиться радоваться жизни, по моему мнению, нельзя, можно замечать, сначала замечать то, что, что вас радует, вот, и позволять этому быть, быть. И, тогда это произойдет, постепенно. А, такого, чтобы научиться, знаете, как научиться, там, я не знаю, водить, водить автомобиль, автомобиль, например, или, что-то еще, нет. А, такая механика, в контексте научения радости жизни, она неэффективна, понимаете? Конечно, есть, безусловно, подход бихевиористский, вот, где через научение достигается некоторая привычка избыток позитивных эмоций. Но, мне кажется, мне кажется, это, немножко, эээ, против, мягко говоря, для человеческой природы. Вот. Ну, опять же, может быть, вам это подойдет. Так или иначе, эээ, важна, эээ, наверное, сначала ваша история, и важны ваши переживания, которые в этой истории есть. Важно, чтобы эти переживания были выражены, провожиты, размещены в контакте с другим человеком, в данном случае, с психологом, вот, и чтобы вы получили на них, ээ, обратную связь. Адекватную обратную связь, это не значит, что это будет связь, ага, такая, эээ, сто процентов позитивная, нет, эээ, но, в этом, эээ, контакте вы можете рассчитывать на поддержку, на принятие, на безоценочность, вот, и на, конечно, конечно же, помощь. Но если только вы сами хотите и, эээ, готовы к тому, чтобы меняться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Эээ, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с работой над собой. Эээ, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.